Девушки отдыхают 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 И то, что я посетовал на тишину, идеальный вариант вообще. Пусть будет всегда тихо и на работе у людей, и дома, и во время выборов. Но главное, чтобы люди не просидели дома во время выборов. Все-таки надо приходить и участвовать. Тем более у меня там 25 человек, несколько партий, самый разный возраст. То есть выбор-то есть, и чем больше придут, тем больше шансов у кандидатов, которые там есть, быть избранными. И самое главное, когда нам говорят, что устали от тех одних и тех же, Зюганов, Жириновский, Миронов. Так чтобы новые появились, надо их и выдвинуть. Вот они в МСУ придут, десятки тысяч. Потом в районные парламенты, городские, вазбюканские. И, наконец, появятся новых 5-6 человек, которые возглавят, так сказать, политические партии. Из них будет другой кандидат в президенты, кандидаты в министры. Это вот первичные выборы очень важны. Площадка, где вырастут будущие политические лидеры нашей страны. При советской власти мы этого не имеем возможности. Я приходил, заходил в кабину и на обороте писал, уходите, надоели, совершаете ошибки. Вот так мы протестовали, так сказать. Потому что не было других кандидатов. Вот он один там был в списке и все. Надо обязательно. Именно вот эти первичные, с 18 лет. И мы будем добиваться отмены День тишины. Это совершенно ненужная вещь, во многих странах этого нет. Пусть агитируют, где хотят. И, конечно, сегодня здесь тишина полная. Я вас уверяю, как это будет гудеть участок 18 марта на следующий год. Оркестры будут, артисты, медведи, цыгане. Столовые уже завозят продукты. Там будет шикарная выпечка. И, так сказать, прекрасный аромат пойдет во все окна. То есть одна задача наша, чтобы мы поняли, что это все-таки. Мы демократическая страна, выборы есть, они происходят. Но вот пока я вижу представителей старшего поколения. Надо заставить молодежь понять, что это их судьба, будущее. Через 20-30 лет они будут пищать. Маленькая зарплата, нет работы, не та квартира. А вот начинайте в 18 лет. Я начинал с детского сада. В 7 лет я сопротивлялся порядкам в детском саду. Поэтому я сегодня занимаю определенное положение. Я прошу всю молодежь и всех граждан обязательно участвовать и по-доброму относиться к стране. У нас было много тех, кто нам не нравился, много событий. Но страна есть, она хорошая, как наши родители, наши дети и наш народ. Поэтому старый советский лозунг. Все на выборы. Спасибо. Спасибо. Приняли решение, что каждый из кандидатов будет дежурить по 2 часа. Сам. Да, здесь. Ну давайте, дежурьте обязательно. Все полезно. Это как бы спортсмены выход на арену. Или армия идет в наступление. Возле схода избирательных участков вы должны быть обязательно. И еще 15 лет. То есть 7,5 тысяч. Вот сегодня 750 тысяч. Вот квартира. Меньше миллиона. Трехкомнатная, двухкомнатная. Меньше миллиона. 30-40 метров. То есть до миллиона. И с рассрочкой на 15 лет. И ни одного обманутого дочка. Мы же сами правление избрали. В принципе, вот было нормальное формирование среднего класса. Бедным. Самым бедным бесплатное жилье. Кто попогаче. Преподаватели. Инженеры. Юристы. Вот. Значит, первый взнос. 3,5 тысячи. Ну. 3,5 тысячи. Это две семьи. Могут сбросить по полторы тысячи. Что ж вы в свою жизнь не накопили? Старшее поколение голосует лучше всех. Мы подходим. Молодцы. Мы подходим и вам и голосуем. Молодцы. Голосуйте. Голосуем, чтобы нам пенсию добавили. Обязательно. Пенсию добавили. И чтобы внук не был безработный. Нет. И чтобы внучка вышла замуж. Два сына, два высших образования. Не пьет, не курит. Вот хорошо. Вот отлично. Но что? Ну, умер. Сердце не разорвалось. А что вот из-за этой жизни? Не было карьеры в работе? И жены не было? Нет. Жены не было и работы не было. У меня также племянник. Работы не было. Жены не было. Умер. 46 лет. Сколько вашему сыну? 47 лет. Ну, вот одинаково. Вот оно. Поколение, которое эта власть заставила уйти из жизни раньше строго. Мы очень тяжело живем сейчас. Вы из этих домах, да? Да. Ну, домах-то хорошие были. Поколение москвичи. При Брежне. Мы чердопольные. Кооперативные или бесплатные? Нет, кооперативные. Правильно я посчитал. Мы в Сокольниках родились. В Остроумовской больнице. Вот. И сюда никто не давал. Что никто не давал? И все в коммуналках жили. Жили сюда, поехали. В кооперативные квартиры. Сколько она стоила, квартира вся? 1200. Мне подписал. Сам Келдыш подписал. Мне лично. Нет, моя. Моя 21 метр. Двухомная. Тысяча стоит. Всего? Те советские? Да, советские. Тысячу на 10. 100 тысяч всего? Всего 100 тысяч в копейки. И 15 лет вы платили. 15 лет я платила. Копейки. Да, но вы у нас взяли 18 метров и нам не отдали за это. Никто москвичам не отдал. Согласен. Вы поставьте на Думе. Вот, вот, запиши, запиши данные, поговори. Нужно, что вернуть москвичам. Норму, норму, норму. Норму. Норму 18. С которой, чтобы излишки брали выше 18 метров. Конечно. А до 18 вы были в особой железе. Забрали курсы, дали мне 21,2, и мы с сыном вдвоем на малогабаритах. И то благодаря Мстиславу Селычу Келдышу. Замечательный был президент Академии. Замечательный. Значит, вот, видишь, как у меня племянник 46, сын 47. Но мы все ходим. Семьи нету, работы нету. Все, и мужчины уходят. Все, и мужчины. Я им всем даю работу. Работайте, работайте каждый день, чтобы шли на работу. Они не понимают меня. Мы до 70 я доработала, а потом уже больше я не могу. Ну, тяжело, тяжело, конечно. Ну, жить там тяжело. Будем стараться. Вот, остаток координатов, где твоя визитка? Обидно, чтобы так он. Вот, моя визитка и у него. Все, что надо, здесь на штабле ближайший штаб. Оршанска. На Оршанска, да. Скоро почерненье заберет вас. Мы здоровья желаем вам. Спасибо вам. Спасибо вам. Что надо, приглашайте. Депутаты к вам приедут сюда собрать собрание какое-то, поговорят. И будут ваши вопросы решать. Обязательно. Ну, нам тяжело жить. Знаем. Мы знаем это. Ну, вам всем здоровья. Спасибо. Спасибо. Мы знаем это, что тяжело. Вчера в Осетии был. Ну, да, да. Ты со мной там вернулся? Я вернулся со мной. Я вам посоветую. Ну, что ему тащиться на автобусе, там, часов 20, когда с самолетом два часа и ты во Внуково там. Да, да, во Внуково. Что там было? С наблюдателями поработали. Наши ребята очень хорошо там, кто из Москвы приедет. Да. Вуты потихонечку. Да, да, да. Он у вас всех на пенсию собирает. Соберите переходной возраст, потому что в Лантеевке, девятый класс сейчас. Я проведу беседу, как вот психологическое состояние личности переходного периода. В актом зале все три девятых. Три девятых? Соберите их туда. И всех учителей, чтобы я их научил, что делать. Вот, Борис, договорись все, договорись, да. Саша. Все, хорошо. Иди сюда, Саша. Иди сюда. Замужем? Нет, и чего? Вот выбирай, выбирай. Смотри, все холостые. В ЛДПР только холостые. Выбирай любого. А на каком, кстати? Я же говорю. Да. Да. В ЛДПР особый язык. Всех с праздником. Продолжение следует.